если ты это читаешь значит я не вижу тебя поехали-воехали доброе утро полдевятого выйдем с этой ничего не видеть полдевятого утра 20 июня год 2021 еще пока новосибирская область город барабинск 327 километров до омска я все время думал почему туда куча машин едет он потому бездорожье а то у меня все понял мне они все объяснили оказывается все газовые автомобили едут туда заправляться 3 там там газовая заправка я смотрю все отелы вот эти вот все которые этих газовых по наурале запас хода-то очень маленький заправляются в новосибирске потом заезжает заправляются в барабинске потом заправляются омске потом заправляются выше ими и так далее вообще никакой работы одна сплошная заправка даже на шестнадцатом канале пробивается так расход чего у нас 31 пока посмотрим немножко уроним мы правда по ходу ветер ветер продолжает быть встречным температура плюс 12 ночь что не было просто шикарно в плане того что было вообще не жарко никто не кусал никто не грыз а то на прошлой стоянке сожрали живьем причем и главное он смотрит на тебя сидит пьет смотрит на себя как будто так и надо ну час у нас сегодня уже полностью час мы себе нарисуем по нашим расчетам полдевятого омске пол восьмого значит 13 часам мы должны приехать в омск на сервис там будем смотреть если там будет грубо мы поле щук но муцицикле ничего себе чешские номера турист вот если там будет колейка скажу ждать два три четыре часа то есть стоять не будем поедем в любом случае нам завтра в курган заезжать у нас не работает что-то я как туда ехал перед мариинском ночевал и скания флит который всю информацию передает где что почем машина едет стоит бежит молчит сколько кушает и так далее дальше от меня не видит в панике я тебя не вижу это говорит вам новосибирский заездит там что-то съезжать сторону не потерпим долом до этого до до кургана курган это прямо вдоль дороги тем более мы в любом случае там поедем в общем по ходу нам надо я не знаю сколько это займет времени может быть с автономкой 5 минут оформление полчаса может что понять они может компьютер подключить и все заработает не знаю сам факт что вот сканью надо заезжать и если здесь в омске будет такая фигня вани колейки если там полчаса час скажут подождать дубов с ним подождем тем более как уровня пола менять зимов там немного если это все скажет затянется значит стоять не будем поедем свежо свежо хорошо недолго нам кайфовать возможно еще сегодня завтра уже будет уже наверно завтра может еще нет ну так в том что дальше нас ждет жара за 30 поэтому пока едем наслаждаемся свежим воздухом все еще думал даже штанах ехать спортивно потом думаю не начисло число посмотрел 20 июня но елки-палки не солидно штанах ехать летош на дворе продолжается наш этот тоскливый участок скучный снимать тут крови лугов болот и березовых рощи особо нечего поэтому едем база бинск-багабинск-сдвинск где-то там находится сдвинск сколько до сдвинска он еще приличный до 20 а это кучу 20 километров после барабинска еще туда вот 16 километров пацаны едут на это туда наверно в районку и вышел вот один скажу 80 наверно там авто ванн кровейми нет пока асфальт вопрос насколько надолго по моему там за поворотом вас нет асфальт но я думаю что навряд ли что самого стримска а может не важно дай бог что там асфальт был всю дорогу вот оказывается здесь это грандиозная стройка века оказывается тут будут взлетно-посадочная полоса вчера не задумывался что они решили раскопать этот автобан 10-полосно сейчас построит нет я задумывался ну да я никак не мог представить что здесь будет взлетка вопрос зачем значит скорее всего что-то с военными связано какие-нибудь склады построят еще что-нибудь где-нибудь здесь ну так интересно да едем-едем потом посреди так сказать степей и лугов решили вдруг ни с того ни сего впаять взлетку что-то вроде бы как там справа еще тоже стоит не здесь там уже дальше и типа здесь будет это ну подозрение что может какие-нибудь склады может еще что ну так стройка вы прикиньте да вот ехали ехали и потом раз такая вот здесь такие масштабы на этом участке дороги какую-то же цель преследуют поблатов буханы сюда тоже немерено посмотрим через какое-то время приедем право брать ни кадра стояла они это это их не инженерная ну да потому что что тут несколько раз с этой вот ну дороги откуда-то 50 приходили эти ну штрафы я не могу понять но вот сейчас до этого камера стояла вот там до этого знак 70 здесь вроде полтинники здесь нет нигде камер там дальше были полтинники их убрали сейчас так что она перенастроена на 70 ну откуда-то шлетит но еще да не помню блять это надо же полтинник вот этот был и вот тут вот камера блять она действует по счету может вот это вот бакла блять может и она сейчас знак 70 но не факт что она перенастроена на 70 вот сейчас вот последний сколько был 70 или 50 не 50 последний был нет 70 блять да я хуё знаю переделать переделали а не факт что камеру перенастроить посмотрим что тут будет через какое-то время когда приедем ну вот такая информация я ехал думал думаю нифига себе что они тут копают я два месяца отработал у меня ни одного штрафа не было вася мне заводит не пить назад тут как штраф пришел ну понятно Костян сговорил себе Димкин напарник Костян хе-хе-хе-хе-хе хе-хе-хе-хе вон пошли по полю не знаю видно ух ты как лихо пошли три косули сюда они тут водичку пили или что ай пошли красотки хе-хе-хе хе-хе-хе мы их на обгон идем хе-хе-хе хе-хе-хе нормально тогда вон дома рядом деревня не деревня ну татарск а тут что впереди случилось что там за сходняк на обочине ломался кто-то красиво так пошли на 1 за 1 так красиво идут таун бригада полосатых купальниках а Делкарев ремонтирует понятно бывает такое когда везешь на пару лямов зелени рф взял и сдох как тебе спится когда рф работает когда рф работает спится хорошо вот когда рф замолчал вот тогда сразу весь сон пропадает когда он там замерз или еще что-нибудь вот тогда весело сразу начинаешь считать имущество которое у тебя все ли на тебе или кто-то что-то переписан на родственников что ты говоришь да 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 некрасиво пошли так одна за одной лихо сто на камеру как да не знаю люди скажут потом было видно их или нет ну много бывает но там вот там это вот там это смотришь ни хрена там ничего не видно верим верим камеры не передает и половины того что ты видишь на его что не было тут одно время все этих косули опять что их так много было костюм говорит прошлым рейсом штуки две что ли вот уже вечером сбитые были но в одном месте что-то вольво стояло в другом еще что-то было короче тут на этом участке тоже надо быть внимательным я тут их тоже раньше не замечал что где кто-то бегал нет всех много очень было одно время я их прям чуть тоже не каждый рейс я их видел вот с Шимана Бердюжи даже ближе туда к Макушино вот Бердюжи и Макушино около Макушино много их видел около Кургана между Курганом и Челябинском ну прям на полях они гуляют прям на суд грубо говоря вот здесь как-то особо не было а вот что тут вот здесь сейчас прям этот ну пришли мигрируют да да миграция колбасы копчености и так далее стою напротив Газпрома серый хендайчик так добро пожаловать в Омскую область плюс один бонусный было одиннадцатый раз и стало десять всего лишь утра ну нормально так через два часа по ходу мы уже и в Омске будем где они стоят пустомоездом на шестнадцатом канале пятнадцатом канале пятнадцатый выключили да стоят так будет ребятки какой какой да нам нам марафеченый такой ну теплее плеет уже семнадцать как бы правда ветер в Харю но не все же только то масленица нас вот так двадцать девять и три сейчас двадцать девять и четыре падает но медленно в конце ветра идем по ентам вот такое медленное движение так палить его надо быть сегодня хотел вчера палить надо сегодня палить не забыть сейчас заскучим перед Омском у меня с этой ну с рацией с танкеткой наверно что-то проблемы какие-то это зима говорит невозможно с тобой говорит общаться тебя практически не слышно никогда что-то там говорит как этот как с подвала какого-то хрюкаешь вроде говорит что здесь делают рации где-то тут сбоку вообще было сейчас поглянем магазин теперь тут радио мастерска вон там вон там вон там это там с левой стороны а у лимон тентов вон там да ну с правой да тут сейчас с правой с левой тут они нахуе и вертили что-то ну короче ладно пойдем сходим радио магазин радио мастерская ну там наверно какая-то вон тоже есть только распальцован ну пошли сбросим куда-нибудь а не работает не работает не работает а там напротив нету сходили за кефиром он не знает ну пойдем сходим уже туда раз остановить там как воня а там наверно нету нифига да это где а а ну поехали туда армейская где мойка помоешь на стоянке там тоже давай заедем на розыск первое что армейская давай туда надо сделать у меня с тобой говорит невозможно разговаривать пускай посмотрят так может поменять на анкетку из 10-12 там на первых заскочили сейчас один год еще что-то знает попробуем еще заехать я тоже обращал внимание что я там кому-нибудь отвечу а мне никто ничего не говорит в ответ надо проверить если что может уже просто этот микрофон который на прием может с ним что-нибудь на крайне случай анкетку заменить на 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 среди рекламы неужели есть куда вклиниться так оно и есть в армейском это сейчас будут с правой стороны я так понимает этим проекту откуда я первый раз 12 продольную искал по омску такой усилился некоммерческий за последние 50 даже не на 10 29 и 3 держит нас вот и все дорогу так и будет дуть нашим салкать на вообще какой-то бешеный ветер 11 метров в секунду а у меня там пришел через катю пойдешь вот я просто не знаю подумаю еще пищорки или там на семерку перейду не знаю посмотри смотри смотри там мясе там острова забрали там может были и так далее плюс я в кургане могу зависнуть сейчас все посмотрю что тут в омске мне кажется тебе проще наверху выйти все равно я завтра в кургане буду по любому заезжать на это Флипом разбираться Еще неизвестно, что тут Может быть, дезавтра еще там будут Сырык заскать Может, только время со мной терять, оно тебе надо Чтоб не мучился Сегодня-то ладно, если здесь колей, как говорю, на ремонт Мы не будем останавливаться А там уже в Курган я по-любому буду заезжать Ну и плюс, посмотрели, там что-то пятерка, она вся в ремонтах Мне кажется, Димкин, надо ему на Москву, на Егоревск Ну, товарищ стоит лесом гружен Вот, я понимаю, нормально загрузился Казахстану Да-да, и проход главное должен быть по центру Потому что, если без прохода тебя не запустят Или тогда надо через потухи ехать, чтобы рентген пройти Да, у него проход есть Видишь, и разборки стоят, все как положено Это сейчас такой ноу-хау в Казахстан А, да-да, я слышал, это было в лево ехать Думаю куда-нибудь сюда за рулем А тут места нету Вот по кругу ехать Сейчас, да, вот такая Сейчас вот грузишься, если обязательно вот такой вот груз То должен быть проход Если прохода нет по прицепу Тя в Казахстан не запустят Если там нет рентгена Ну и, соответственно, точно так же ты гружен И тебя не выпустят Это вот такое сейчас на границе с Казахстаном Ехать на переходы, где есть рентген Рентген есть, по-моему, насколько я знаю Мы только на двух переходах Петухова работает И вроде бы в Троицке На всех остальных А, и в этом еще есть Ой, как это, на Ураль Ташина, диски, запчасти Лидер Транс Тут еще, точно не вижу Где ремонт рации Лидер Транс туда-сюда Ну, надо встать, пойти спросить Ну, так-то да Лидер Транс туда-сюда Вот Поэтому, кто соберется в Казахстан, имеется в виду А, вон, радиостанция, антенна, ремонт Пойдем, сходим Заехали по рации Ну, у них тут что-то это Таких новых нет, чтобы проверить Ну, походу, мы попали на шиномонтаж У меня колесо слабое Да, совсем слабое Надо срочно на шиномонтаж заезжать А здесь вроде бы нету Эх, кама, кама Это шипит там Короче, едем до ближайшего шиномонтажа Градукт совсем нету, да? Ладно, поехали А тут у него новых таких наших Как у меня такого нету Этого Микрофона Анкетки такой Надо проверять, он там занят Газы там туда-сюда Ладно Как бы Не так критично Да, колесико слабое Надо заезжать на шиномонтаж Делать Прямо сейчас здесь сервис заедем Короче, ничего с ним делать уже не будем Все равно это колесо выбрасывается Это кама Это Не до колесо какое-то Которое Сколько оно тут прошло Его сейчас Сейчас запаску поставим Ну, только чтобы Наши на монтаже сняли Поставили А его кину в запаску Пускай лежит В полетнике Его все равно выбрасывать Оно Не нужно Потом на этот диск Просто на его диск Одеть Новенькое У нас одно новенькое есть Еще одно новое надо В любом случае Уже нужно ставить Новую резину одевать Сейчас делать его Никакого смысла нет Кстати, у нас с артыш Только деньги выбрасывая За колесо на выброс Сейчас заедем Запаску поставим Прямо там, где наш сервис У нас сервис Вот сразу за кольцом Где пост Быстро Переоденусь Чтобы запаску достать И Пока будут там Сходить за сервис Спросить Есть места Свободные Нету Удачнее Так Вовремя остановились Посмотреть Так бы Можно было Дождаться Пока И выстрелит Или не выстрелит А Совсем Его Разлохматит Мясо на углях Шиномонтаж 24 часа Вот нам сюда Дорожная сеть Можно Шиномонтаж Нету На машину Он стоит Я отсюда Сейчас пока Вшстан Опять этот Гущ Блядь Трой Тут Ходит Блядь Волгарадский Да-да-да Они что Вокруг Получается Там Вокруг Заезд У них Блядь Я не знаю Надо у него Спросить Как там Вокруг Или Как К ним Ну Этот Я смотрю Он Что-то Не задом Здесь Загонял А может Там Ладно Сейчас Я подъеду Коллега С многограда На стоянке Вместе Стояли Здорово Братан Снять Поставить Колесико Есть Такая Возможность Долго А здесь Много Работает Короче Ведущие Перекидывать Местами Еще Перед А где Тут У нас Там По кругу Заезд Есть Есть Да Не знаю Сейчас Подумаем Пойдем Насчет Сервиса Заду Узнаем Короче Работы У него Прилично Не Ну Колесо Не Однозначно Надо Либо Самому Сейчас Крутить Гайки Либо Либо На Шиномонтаж Заезжать Сейчас Посмотрим Шиномонтаж Тоже 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 По кругу Туда Будешь Подъезжать Ну Конечно Или Мы Сами Не Будем Крутить Что Не Желание Вообще Давай Подходи Как раз Пообедаем Давай Ну А Сервис У тебя Вот Прямо Как раз Вот Там Вот Зашла Любовь Ты Сейчас На Развороты Туда Да К Шинке Да Да Я Поеду Туда Ну Вперу Учина С Колесом Заняться Запаску Сниму Давай Все Ну Надо Колесо Делать Ну Не Делать В Первую Делать Очures Колесом Колесом На Следующем Повороте Поверните Налеву Затем У Следующем Повороте Поверните Напрorrow С Куда По Zargos Туда Поех memories Куда В Поех На Следующем Повороте В 다음 Повороте Поверните Нрав Б Сер willing Прошли с 10 метров, поверните направо. Кама, кама, кама. Не выдержала, кама. Да, делать его я никакого смысла не вижу. Оно все равно, его выбрасывать, это колесо. Просто кину в поле, кину сюда сейчас. Как пускай едет, тягачевская запаска есть. Тут-то тоже, это тоже на выброс, но это хоть континенталь. Это тоже наш родной, еще оставшийся. Вот, одинаковая резина, зато на оси будет. Потом этот континенталь на запаску пойдет. Теперь зато одинаково континенталь будет на запаске. Правда, он такой же лысый, как такама. Но, видишь же, такой тоже есть. Вот, я думаю, да, ездит. Значит, пойду переоденусь. Да, да, да. А пойти этому сказать, что я тут, в колейке. Сходи, скажи, что тут сзади машины стоишь, чтобы он в курсе будет. А я пока переоденусь. Да приходи, будем кушать. Да, и спасибо. Спасибо. Ну вот, так сегодня, брат, добрались. Но мясо плохим не бывает, даже если оно слегка прохладное. Пока ждем, пока что на монтаже там. Запаску уже открутили. Все. Теперь приятного нам аппетита. Будем кушать. Спасибо, брат. Зря грешил на каму. Градюныш. Гвоздик залез. Сделать я его не буду. На крайнях у меня тягачевская запаска есть. Это все равно все на выброс. Это колесо и то колесо. А это пойдет, вот это будет на запаску. Этот континенталь потом. Для запаски он самый нормальный. А это все, шрот. Все, там сейчас цепляют, зажимают. Я ставлю и пойдем про сервис узнавать. Надо где-то его так красиво запихнуть. Короче, сходили, спросили. Что нам Дима сказали? Ожидание. Возможно, до завтра, да? Время 2 часа дня. Один пневматик только всего говорит. Ну, плюс выходной день. Сегодня воскресенье. По-любому ждать мы не будем. Поэтому. Рулим дальше. Ну, главное, что с колесиком. Вовремя. Хорошо заметили. Этот гвоздик, зараза. Вовремя все получилось. Короче, мы едем. Погнали дальше. Итак, сколько? Часа 2 потерялись, наверное, да? Да, ориентировочно где-то 2. Где-то 12 мы приехали. Ну, ладно. Что, нам потом 2 часа было? На дороге крутить. И диску хандохать. Новый. Диски-то новые. Ну, не новые, во всяком случае, но хорошие. Нет возможности. Ну, нет времени. Не будем ждать. Смысла нет. Это на скорость не влияет. Как бы поезде тоже никаких проблем. Дима, забирай свои эти вкусняшки. Все, погнали. Субтитры сделал DimaTorzok